Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение недельной главы Торы Хаазину песнь. И печально заканчивается эта глава. Маше умирает. Но перед этим он нас всех благословляет и написано, что с ним рядом Егоша сын Нуна, которому следует перенять у Маше Тору. И мы знаем, что дальше 28 лет Егоша будет воевать, победит 31 канонейского царя и уходит тоже. Но очень многое он успеет сделать. Много Торы передаст, много земель освободит. Не все, конечно. Нужно было еще много чего завершать. Не всегда, к сожалению, нам это удалось сделать. Всевышний говорит, что Маше должен умереть. Как это случилось? 39 лет прошло в пустыне. Умирает Мирьям. Мирьям умирает. Она умирает первый месяц уже с 40-го года. Наши мудрецы считают, что это было 10-го числа, 10-го Ниссана. Она уходит. Нет воды. Источник воды исчез. Благодаря заслугам Мирьям источник с нами ходил по пустыне все годы. Все эти годы мы ни в чем не нуждались. Вода у нас была. Медражды же пишут, что мы на берегах этого источника выращивали даже овощи, фрукты. В общем, невероятное что-то было. Тут Мирьям ушла, источник исчез. Что нам нужно делать? То, что 39 лет назад в Рефидиме, когда мы требовали воду, мы обязаны были молиться. Как тогда мы не держали испытания. Все-таки мы бывшие рабы, еще и даже Тору-то не получили. А здесь кто мы? Здесь мы уже все мудрецы Тору. Торы. 39 лет мы учили Тору. И Зуст Маше, Игошева, Илязара, Итамара, Огорона Коина. Еще до сих пор все живы, все есть. И не выдержали. Мы начинаем требовать у Маше в воду. Вместо того, чтобы молиться Всевышнему, мы требуем у Маше, ты обязан дать воду. Делаешь, что хочешь, в воду давай. И это страшно. Конечно, мы не требуем мяса, не требуем мы ничего. Хлеба мы не требуем. Вода необходима из пустыни. Без нее мы не выжимем. Но надо было попросить Всевышнего, что Маше делает. Всевышний ему сказал, подойди к скале и на глазах всего народа скажи ей, чтобы дала воду. Мы на таком были духовном уровне, вы должны это правильно понимать. А мы нет, накинулись. Маше говорит, слушайте, строптивые, не из этой ли скалы извлечь нам для вас воду. Маше берет и стукнул по скале палкой. Вода еле засочилась. Мы сказали, что ты хочешь напоить нас и наших животных количеством воды. Маше стукнул палкой второй раз по скале. Всевышний пожалел Маше. И вода обильно пошла, пила общество, скот, все у нас хорошо. Успокоились. Всевышний говорит, Маше и Агарону, за то, что вы неверны мне были при водах Распри, в Кадеше, в пустыне, сын, и не осветили имя мое, то вы не войдете в страну. Что Маше с Агароном сделали, чтобы умереть? Что за такие заслуженные люди, нам неизвестно. То есть, если скажут, что он сказал эти слова, так что за это надо умирать, или что он стукнул по скалкам, то тоже думаешь, ну, почему он должен умереть именно? Почему он не заслужил зайти в страну? Единственное, что мы понимаем, что Маше виноват с Агароном, только потому, что Всевышний сказал, что они виноваты. Только поэтому. А доказать вину Маше нам, с нашими мозгами, это невероятно. Потому что то, что он праведник невероятный, и нам недостижимо это понять. Если бы Всевышний это не сказал, мы вообще ничего бы не видели здесь. Дальше, что случилось? Дальше, наступил пятый месяц, эти события были в первый месяц. Месяц А, в первое число, Агрон уходит. Умирает Агрон, умирает он без страданий, так же, как умирает Мирьям, божественным поцелуем. Мы знаем, какие страшные события после смерти его были, были войны. Он был миротворцем настоящим. И вот пришло время Маше. Маше должен был положить руку на голову Егоша, передать ему Тору. Маше две руки положил. Он все силы отдал, чтобы Егоша взял как можно больше Торы. Это уже у нас седьмое Аддара, 2488 года, и Маше уходит. Перед этим Маше зашел на гору Нево, на вершину Пизги. Мы знаем эту гору, потому что нас пытался проклясть с этой горы Белям, мы знаем, что было три горы. По центру была эта Пизга, Баль, потом Пизга, потом Пизга.